Укол свободы. Для 65-летней пациентки городской поликлиники номер 2 ЦК МСЧ Натальи Викторовны завершается второй этап вакцинации против коронавируса. Женщина проходит уже знакомый маршрут. В его план входит допуск вакцинации от врача-терапевта, оценка текущего состояния здоровья. Ну и, конечно, непосредственное введение второго компонента вакцины, а затем получасовое ожидание в комнате медицинского наблюдения. Спустя еще 21 день женщина с высокой долей вероятности будет полностью защищена от тяжелой инфекции. Однако, как поясняют врачи, по прошествии этого времени все еще необходимо будет соблюдать меры индивидуальной защиты, носить маски и перчатки, а также не нарушать социальную дистанцию. Сейчас я прошла второй этап вакцинации. Первый перенесла очень хорошо, без каких-либо побочных проявлений. И я считаю, что вакцинироваться нужно. Это важный момент, особенно людям пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний. А вот работник станции юных натуралистов Александр Куликов не смог себя уберечь. Мужчина достаточно тяжело перенес острый период заболевания COVID-19. Сегодня он все еще находится на ради восстановления. Ему можно будет вакцинироваться теперь не менее, чем через полгода. Прививку мне еще сделать рано. Болезнь продолжается. Но советую всем, всем советую прививаться. Болезнь очень страшная. По словам врача общей практики Елены Дороговой, за полтора месяца ее работы в кабинете медицинского осмотра перед вакцинацией, большинство людей настроено оптимистично. Очень отравно, что идут и молодые, но и люди в возрасте. Переносит прекрасно. Побочные явления, как и при всякой прививке, минимальные. Никаких сложных, каких-то таких серьезных осложнений не было у нас. Охотно прививаются и коллективы крупных предприятий города. С этой целью мобилизована выездная прививочная бригада непосредственно на территории организаций. На сегодняшний день привито 1013 человек. Это представители Ульянского механического завода, Ульянского автозавода, Центрального управления МЧС по Ульянской области, Росгвардии, ПАОТ-Плюс, ну и много других предприятий. В социальных сетях наблюдается взволнованность по поводу нехватки вакцинируемого препарата ГАМ-КОВИД-ВАК. Как уверяет руководство поликлиники, такая информация необоснованная. Те пациенты, которым был введен первый компонент вакцины, со стопроцентной уверенностью могут быть спокойны, что ровно через 21 день они получат и вторую дозу препарата. На сегодняшний день в Ульяновской области вакцинировано более 36 тысяч человек. Из этого числа уже порядка 12 тысяч полностью завершили вакцинацию вторым компонентом. На этой неделе в регион поступило еще 11 тысяч 200 доз препарата «Спутник ВИ». Антон Никонов и Юрий Ломатов, Улправда ТВ.